Приветствую вас, геймеры! С вами, как обычно, Дмитрий. Мы продолжаем играть в 2.5-4 за Британию. Так, 8 сентября дождусь. Я выкинул претензию на трон нации Савойя. И сейчас мы будем веселиться, ребятушки-братушки. О, богемец коня двинул. Как так получилось? Так, Савойя меня теперь люто бешеный ненавидит. У нас новый население трона. Адольф. Ха-ха! Круто. Речь посполитая нам поможет. Венеция, Неаполь, Мюнстр, Бавария. Будут воевушки с нами вести, но это не страшно. Венеция, Неаполь, Мюнстр, Бавария. Окей. Объявляем войну. Упала немножечко стабилити. Речь посполитая, главное, нам поможет. Вот. А это уже означает, что делов не шибко много. У Баварии шесть ксарей, у Савойи двадцать шесть. Так. Мюнстр, ты вообще где живешь? Вопрос. А, вот он. Ну и днище же, Мюнстр. Ну, ладно. Так, надо быстренько генерала перекинуть. Который там был. По-моему, Альфред, который. Наша задача срочно покорить Савою. Иначе мы лишимся этого Казу из Белли. Стоять! Пора начать охоту на Капера. Двадцать один косарь сейчас придет на подмогу. Савойцев гасить. Зелион сразу меня выиграли. Вообще, изи. А, эти придурки сейчас придут. А, нет, не придут. Чё-то как-то странно получилось. Ну, да ладно. Богемские сепаратисты. Близень и будевица вообще. Похер на мне. Так. Надо бы прислать людей в Баварию. Так, тут мы не пройдем в Венецию, к сожалению. Нужен проход войск с Феррарой, но нам она его не даст. Надо флотилию, значит, заюзать. И начать закидывать людей туда. Ну, ок, таки сделаем. Твою мать! Богемские сепаратисты полезень взяли. Блин, самое нелепое оказалось то, что я же... Как бы только начал уйти. Ну, ладно. Пофиг. Так. Леонская армия уже берет Кунео. Какие еще тут крепости имеются? Крепость Савоя и крепость Генри. Понятно. Значит, задача-то наша предельно проста. Так, а почему-то ревиза нельзя национализировать. А, наверное, потому что у Венеции претензия, да, есть. Понятно. Так, ну, ясно. Значит, Венецию надо из войны выкинуть. Нахер. Где содержание флота? Надо повысить. Ой, жесть. Войной налог введем. Чтоб хоть немножечко получше был. Ситуация. Установится немного боевой дух кораблей, и мы начнем людей десантировать. Тут вот как раз у меня эскадра небольшая есть. 26 корабликов. Няполь куда-то поплыл нахер. Вообще. 12 анаспортников. Ну ладно, не страшно. Так, осторожно. Твою мать. Ну ладно. А, слушай, мы можем через Феррару пройти. Твою ведешь налево. Ну ладно. Чуть-чуть нам не хватало, чтобы поддержать победу. Ну ладно. Совершенно загенусь, зато выиграли сейчас. Там идет осада Баварии. Бавария Курфюст или нет? Нет, Бавария не Курфюст. Окей. Так, полезень надо национализировать, наконец. 260 очков. Нихер на себе. Ну все, у меня уже 261. Венецианская армия, кстати, пробралась сюда. Каким-то макаром. Сейчас я еще людей закину, потому что сову я может припереться на подмогу. Нет, мы все-таки их вынесли. А, нет, или не вынесли? Нет, не вынесли. Теперь вынесли. Тогда не вынесли, теперь вынесли. Битва за Унию у нас идет. Так. А, кстати, в Няполь мы можем пройти вот таким вот интересным способом. Ха. Господи. Все гениально просто. Ой. Аж налево. Няполь в кепте стоит. Лютует. Надо генерала перейти. А, мы можем уже нанять нового. У меня еще один, возможно, генерал без содержи. Нихрена себе, паря. Слушай. Им сейчас совсем весело будет. Ублюдкам этим. Закепт. Засталина. Бавария капитулирует уже. А, отлично. Свободит Зальцберг, как независимое государство. Аж дебавая. Посмотрим, что мы с тобой сделаем. Не, ну хавать ее я, наверное, не буду. Просто посмотрим, что можно у нее взять. По всей видимости, это единственная их крепость, поэтому. Поэтому все так интересно и развивается. Ой, сколько агрессивных этих личностей на меня набежит. Да и Мюнхен, наверное, дорогой. Ладно, давай пусть Зальцберг освобождает. И в бане будет. Зальцберг. Требования репаражки и дукатики. А, и вот это еще. Ну, ладно. Не хочешь, не надо. Не буду ничего погасить у них. Потому что... Ой, спайм ступил им калиц. Вот это вот нехорошо. Сейчас закепт. Осаду мы выиграли. Можем возвращаться. Так. Какие дела. Интересные у нас пошли. Да, и... И тут речь с Политой, наконец-то, появилась. Так что мы сейчас... Повеселимся тут. Капельку. Испания угрожает наш торговлю. Суксуния покинула уже военную коалицию против нас. Мы хорошие и добрые. Какого хрена нас там в коалицию? Сталой. Абрукса, кстати, уже кто-то захватил. Но это не крепости. Это все... Лабуда всяк. Нам нужен Неаполь. Собственно, сам. Такие рати тут идут, что вообще жесть. Государство это я или потерять ящики? Терять ящики. Потому что стабильность терять... Сейчас это последнее дело. Так. Вот это вот не круто у нас. Там крепость осаждается. Неаполин. Так что давай, объединяй флотилию. Идем сюда. Там таран-таран-таран-таран устроили. Небольшой. Так. Надо людей сюда закинуть. Вот 21 коса. Сейчас дойдет до Прованса. Больше не забираемся заботиться о людях поддерживающейся австрийской культуры. Правильно их к ним надо. Нихрена себе там рати у нас ходят. Я офигеваю вообще. Так. Сейчас. Погрузиться на корабли. И быстрее. Никаким образом сюда. Мочить на неаполитанцев. Которые нас сейчас вынесут, блин. Охренеть. Охренеть, ребятки. Там еще 9 косарей прислали. О, мать. Так. Надо еще людей сюда так закинуть. Сейчас осада выиграется. Тут вообще слишком мало войск осаждает Провинцию. Надо еще больше, значит. Так, Венецу давайте штурмуем, нахрен. 920 человека сейчас. Блин. Мы только всю пехоту потеряли. Узера. Ладно. Не верни, эскизь, партисты. Не верни, эскизь, партисты. Этих чуваков я срочно в Прованс кидаю. Иначе нам все же жопа будет. Сосари они выиграли. Блюдки. Но мы взяли Венецию. И с Венецией можно уже, в принципе, Мирок заключать. На полном присоединении. 31 сверх расширения будет. У нас с вами. Но Венеция с лица земли будет стерта. И это хорошо. Согласитесь. Решение 35%. Национализация херитая, какая дорогая будет. Кстати, какие они идеи приняли? Деворянский вроде не брали. А что такое плутократические идеи? Вроде бы нормальному человеку не достать. Нафига им, интересно, гуманистические идеи? Они никого не захватывают. Ладно, короче, хаваю Венецию. И прошу 400 дукат. Быстренько сюда. И сюда. Все, это ревиза. Можно уже спокойно цинализировать. По-любому, до хера быть стоит. 326! Твою мать! Вообще, откуда они такие цифры взяли? По-любнулись, что ли, там, эти парадоксы? Пиздец! Вообще. Это жесть какая-то. Так, ладно. Против меня воюет Мюнстер и Ниаполь еще. Давайте вот этих пальмы кинем не туда, а в Мюнстер. Дорога вроде у меня есть. Мюнстер отвалится. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Да, ну это пипец. Таки напрашиваются парадоксы на то, чтобы, не знаю... Петлицу кто-нибудь подписал. Мы выиграли осаду, кстати, у Ниаполя. И у него уже средненькое такое желание-то воевашки устраивать. Там еще 17 тысяч противников. Крепость какая-то осаждается, но крепости у Неаполя туева хуча еще. Так, туда нам пока не пройти. Пойдем в Салента. Или... Нет, туда не пройти. Ладно. За Вилцбург сражение выиграно. И осадок Генуи тоже выиграно. Так, Салерно захвачен. С другой стороны, это, наверное, дорогие национализации сделали для того, чтобы чуть-чуть поисторичнее будет завоевание. Я считаю. Или чтобы школьники снова получились против меня, у Галлицки, у меня маленькие тихи. Ну. Так. Тут, кстати, пишут, что слишком мало войск по именису осаждать. Давайте-ка я уйду от себя нафиг. И осаждать пойду вот это. А то что-то как-то... Как-то действительно... Пишут столько интересного мне. Так. Четырнадцать Савойцев у меня напали тут. Тут нам не пройти, к сожалению. Неаполь, слушай. Встанешь, может, от нас? Что у него отжать-то можно? Неаполь, полерма была. Ладно, давайте мы его на репарации посадим. Гену он не создаст. Да и к тому же он это искус. Ладно, Неаполь, я пока тебя не трогаю. Но я за тобой еще пройду. Все. Все. Неаполь меня не тронет. Теперь. Все. Хоть. Уже. Уложили. Только Сауя и осталась. Признает свое поражение. Не угадала, моя дорогая. Уния 84%. Вот это я и собираюсь получить сейчас. Да, у меня все игры-то закончились, что как-то не круто. Совой я будет моим новым Леоном. Тоже буду раскармливать за счет Швейцарии и Феррары. Коррупция. Пока не будем обращать на снимай. Ну что, Сауя, согласна на унию? Да, согласна. 84% уния. Много кому это не понравится, но мне как-то плевать на это. Жорик Первый будет императором Сауи. И Броншвейк вступил в королицу против нас. Но теперь у нас уния. Жорик Тюдор является королем. Точнее, императором. Меминген вступил в королицу против нас. Так, вблизицы на корабли. Теперь надо накопить админку. Если я бью... Ух, ни хера тут. Да, мы сейчас, значит, не сможем пока особенно воевашек устраивать. Тупо по той причине, что против меня в королицу вступила тоже Испания. И у меня там, по-моему, за нарушение перемирия еще и казусы появятся, да? Подожди. Короче, надо подождать, чтобы либо Брауншвейк, либо Скандинавия из коалиции вышли. И мы, в принципе, сможем там повоевать спокойно. Бурубунские сепаратисты подняли вас на Бурубун. О, боже мой, да всем насыгать на эту Бурубун ее. Все, вынес. Так, пошлины на снасти. Давайте мне очки. Вместо фальцем тошу к концу. Сейчас и он еще в королицу вступит. Блюдок такой. Так. По-моему, надо дипломатами. Сейчас из королиции вывести этих упырей всех. В принципе, не так уж и много противников. Единственная проблема только в том, что у некоторых из них мяса много. У той же Скандинавии. Поэтому давайте-ка ее найдем тут. Пробуем лучше с ними отношения. О, это гиблое дело. Я у них в соперниках. Ладно. Кто там еще мясной был? Бруншвейк, по-моему. Сейчас, подожди. У кого какие войска лучше. Посмотрим. Сейчас, будем. Швейк. 21 тысяча. Ну, в принципе, у меня нечто уж и много. А у Скандинавов, кстати, сколько? Вот у Скандинавов 32 тысячи, но у них алигротов нет. Блин, ну война со сыграной Испанией будет очень много боли для меня нести. Согласитесь, это не круто. Так, вот она уже где-нибудь. Ладно, давайте начнем национализацию Венеции. А там посмотрим, что сделать получится. Надо еще людские резервы немного восстановить. Завершение контрреформации. Все, деть к миссионерам у меня больше будет. Больше не будет у меня денег к миссионерам столько. Много. Так. Задание решения. Что там? Какого-нибудь сделать? Карибы, это я помню. Там надо будет что-нибудь заколонить, действительно. Сейчас. Так. Фальцер и Кьявик я пока не могу крестить. Новый императер Священной Римской империи. Так, там национализация в Полезене уже заканчивается. Уже Наталья от Ковальми написана. Боже, мне очень плевать. В Коннектику тебе, кстати, тоже. Все, Наталья может извертаться самостоятельно. Давайте временно уйдем из Африки и колонизируем Карибы. Что тут в Карибах есть? Не заколоненное еще. Ну вот, по-моему, только вот это и осталось хрень. Сент-Винсент и Тринедад. Давайте Сент-Винсент попробуем. О нет, там уже какой-то ублюдок сидит. Америкос. Ну давай тогда в Тринедад. Это же Кариба, по-моему, да? Да, колоняльный Кариба. Так. Сейчас я тут вот здесь. И попробую... А, здесь, наверное, нельзя будет. Да, нельзя закладывать корабли. Давайте тогда два корабля отцепим. Отсюда где-нибудь. Вот транспортник один есть. Давай еще отсюда один отцепим. В КО. Закинул. Вместе с этим. Эм, тададэм, полезен национальное достояние. Так. Эй-эй-эй-эй! Что творишь, блюда? Так, вот. Теперь сюда. Или сюда. Так, наверное, ближе будет. Что тут делает Неаполь? Расскажите мне. Мы выполнили задание колонизировать Кариба. Отлично. Державая Великобритания должна основаться в Индии. Индонезии. Точно. Попробуем выполнить это задание, но я пока не знаю, сколько мы его будем выполнять. Клонистов у нас мало и работы пока достаточно. Хорватские спратистисты, быстрее. Эээк. Хорошо, что это крепость. Но тут спокойно, видишь страшно. Тут, кстати, надо пополам установить. Сколько людей вообще восстановить надо? Пять тысяч. Ну хорошо. Сейчас скоро все окей будет. Корабли доплыли. Быстренько грузимся на них. И в Кариба. В Тринедад, точнее. Где-то тут. В Кюроссалу. Нет, нам в Тринедад надо. Твою мать. Сейчас колонистов убьют. Ну ладно, не страшно. Точнее, очень даже страшно. Тринедад нанес вон на шоколонию. Сука. Ухватили провинцию быть. Вот так и знал, что надо было сначала. Вот так и все. Ну ладно. Кстати, последняя провинция Карибов, которую никого не делали еще. Манунические реакционеры подняли. Ставим влаги ухи вообще прямой. Так. У Леона, кстати, есть несколько претензий. То есть, может быть, мы еще немного Леон сможем раскормить. Но для начала надо бы тысяч 150 рекрутов накопить. Согласитесь. И построить парочку транспортников еще. Брик. Здесь и здесь. Потом посмотрим, что за срань в коалицию против меня вступила. И со всем разберемся. Можем понять новую гуманистическую идею. Но нет. Парадоксом похуй, что я какие-то идеи буду изучать гуманистические. Подавай, чтобы я по винции национализировал по 310 очков тратил. Вот такие дела. Так, опять скандиналы. Какую-то херню с каперами этими устроила. О, слушайте. Поляки на богемию, что ли, напали? Черт. Главное, чтобы поляки ослабили богемию. Вот это вот будет здорово. Очень здорово. Походу на речь посполитую тоже напала ту его хуча. Всех интересных личностей. А нет, они Бауншвейгу помогают. Вот они что. Понятно. Московская торговая компания. Хм. Прикольно. Так у нас, если что, в Москве это уже нету. Теперь тут Рязань, Пермь и Россия. Россия, причем из Новгорода. Россия, которая меня еще и обожает каким-то непостижимым образом. И она в союзе с речью посполитой, кстати, ребятки. Я бы подружился с Россией. Потому что друзьяшки нам, конечно, не помешали бы хорошие. Марокко, он ненадежен. Совершенно. Так, Венгрия, пусть, походи. Проходи. Ты еще войну не объявишься ненароком. Ты крут. Надо, кстати, будет сейчас подумать по поводу нападений. Потому что действительно, мы сейчас... У нас сейчас будут серьезные проблемы со всем. Максимум 200 тысяч рекрутов у нас. Погрузиться на корабли, какие-то техи можно исследовать, кстати. Не будет дипломатически. Да. Ну, это мы пока подождем. Мы люто отстали по дипломатическим админским техам. Ну, ладно. Пустим. Я более чем уверен, что выше 20-го левела мы админку и дипломатию не поднимем. С новым патчем это нереально. Нереально. Ну, почему? Реально, конечно. Но для этого надо не расширяться. Точнее, не расширяться так дико, как расширяюсь я или большая часть игроков. игроков. Так. Вот эту вот штуку теперь колонизируем. Скоро мы к США доберемся. У США тоже колонисты есть. Не странно. Они будут тут хавать. Но мы до Манхэттона обязаны добраться. Хе-хе. Любой ценой. Сильная рука. Какой-то классов. Так, давайте, наверное, содержимый флот это понизим. Нифига себе, у меня инфляция, конечно. 12%. Так, что еще можно... А, крепость уже можно законсервить. Где-то беспорядки есть киньи. Барские националисты, богемские севератисты и венецианские и норвежские. Ладно, давайте законсервим крепости. Пока. Так что денег, где у нас сейчас упадут серьезно. Вот. А так у нас какой-то доход сейчас тут пойдет. Платы Швейцарии. Да. 4 монетки стали прибавляться. Так, надо забрать, кстати, отсюда 20 тысяч. Что они тут делают? Хм. Испанцы отжали Палермо обратно с ним. Все, скоро рекордов у нас будет много и мы сможем тут спокойно повоевать. Так. Ну что за война с Няполем у них? Мне интересно. Папское завоевание принца Брусса. Понятно. Куча всякой херни захочет на мне напасть. Вот это будет не смешно. Попробуем. Попробуем. меня ценз анализуется в 667 году в ноябре да в ноябре новая технология какая-то а автоматически давайте диптихи у нас пока в плюсе оу мой любимый ивент если бы в кометах было хоть немного смысла да с каждым патчем они добавляют новый вариант ответа меня это веселит надо будет у папы римского на авторитет купить еще стабильности а то я бы прозрался в его кучу сейчас фальц взорвал проход войск нам фальц кстати напал майндс так ну у пальца все что есть одна права нельзя просто чтобы фальц стерся иначе появится какой-то но и курфюст а их кстати уже 6 кого-то схавали а фальц он короче наверно больше не католик он теперь протестанты и теперь ему теперь не курфюст но богемия кого-нибудь курфюстом назначит обязательно это хоть не весело мне надо всех курфюстов контролировать кофе кофе ты не дать будет производить кофе вот это неплохо так че там у нас майндспорт прохода войск да проходи не задерживайся венецианские сепаратисты подняли восстание в венеции твой уж налево ну чуть чуть не успел там еще и крепость наверно была да была наверно наверно там была крепость часть там 0 человек щас все венец дальше нас нарезается на отлично так все остальные особо пока не растут генерал Уильям Генри Алимах покинул этот мир так это случайно не тот чувак который с двумя звездами был где он тут твою мать это он и был представляете тот парень которого я нанял за 50 военных очков еще в той войне только уже сдох пипец ну звездочный был причем так чё-то меня люто бешено возненавидели все нифига себе тут папская область неаполь с коалицией зато вышел отлично да папская область вообще что-то разъелось иди нахер тебя тоже сейчас в коалицию ублюдок чё думаешь сам такой умный ты вступаешь в коалиции против разъевшегося меня думаешь что если ты разъешься я против тебя не вступлю никогда еще так жестоко не ошибался чувак так военную технологию можно изучить хорошо так так елена лукаренция коронаропископия изменим престижа имя и достижения будут известны всему миру так о крестить кого-то можно рик явик можем принять новую национальную идею но это потом может быть мы и примем какую-нибудь идею Мюнстер вступил в военную коалицию против нас строишь налево пельмейский недавно потому что крантновые каперы пельмей сняпли потому что к концу в общем все перемирия сейчас к концу подойдут и опять прочь меня будут дикие коалиции собирать наверное из-за того что я в Венецию захавал ну и совой заумил так что сейчас будет не до смеха совершенно а я между тем все таки думаю пока что сделать напасть или все же ничего не делать давайте попробуем пойти ва-банк напасть на испанцев речь посполита и ирокезы нам помогут наш миссия гренада давайте попробуем сперва надо так нет черкесия речь посполита воюет сейчас просто ребятки нет не выгодно пока для нас а давай подождем немного еще я приступил военка лиц по-моему я приобретатель торговлю новая технология броншей поиск похода выиск давай давай ищем брендеблок на пол селези вот сука кофюста моего будущего гласального хочет съесть щит о земле кто принадлежит нам по праву в бенгалии дождите минутку у нас какая-то земля есть у нас столица бенгалия принадлежит по праву не я что это как-то неправильно что ладно короче мне предлагают на бенгале а чё это там за исламабад такой тут ой до станция уродился вот это прикольно слушать не думал что такое может произойти но в смысле не думал что они сами смогут собрать ни хрена себе тут могу листан разъелся да интересно ладно ща в общем эти боевашки закончатся резанью и мы попробуем напасть давай я наверное еще претензию скрипаю и испанцев на альмирьо альмирьо надо в беспорядке увеличится да вообще пуф так опять охота на капперов и и походец франциско не двинул перемирие с баварей богемии подошел к концу оба сейчас в коалиции оба сейчас в коалиции будут франгую фальц вступил фальц это по фальц да кстати чё надо сделать чтобы коалиции поменьше стал но единственный вопрос а папской области кстати а это я ха 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 так отношение разгневанное короче все ублюдки с разгневанным отношением ко мне они будут у меня в коалиции сидеть вот допустим кёльн чуть и не нравится а нихрена себе тут у меня агрессивное расширение эти коалиции будут еще очень много так что нам придется нападать другое дело что надо дождаться когда наш самый сильный союзник будет готов к бою да и вот чё морокко раствор с нами союз военный ими с феррарой подошел к концу небось они тоже сейчас подсуетятся да угадал так и на болиары тоже надо бы претензию сделать в принципе сейчас будет неплохо если мы нападем мы втащим всем всех за вас салим кого планировали будет вообще огонь но для этого повторюсь нам нужна речь посполитая потому что я не уверен в том что мы сможем в одиночку ну с вас салами в виде савой и леона противостоять вот этому всему так еще и скандинавии так давайте-ка потратим еще 40 тысяч на армию построим построим в париже 20 и допустим в плату не написано сколько это дней будет идти но вроде бы в париже в плату мне хорошо вкачаны военные строения строения думаю думаю там нормально все будет так какая-то колония может из этого состояния это не да вот и отлично ну мы больше там и не можем ничего колонить все уже заколония так поэтому поэтому возвращаемся в африку так давай короче сюда пойдем пойдем в милл о можно последнюю провинцию крестить проходи фальц 45 все на счет будет максимально единство вера отлично как польские дворяне видно рязань в общем россия набирает свою мощь наконец-то так что 24 админки есть можем потратить на идею там кстати время сепаратизма потом будет давай короче идею в качестве некоторое время у нас будет мир пока тут ждем наших товарищей верных ли он кстати возможно заняться от него особой помощи то и не будет 17000 у меня совая такая же так смех купца государству нужны его деньги нифига ся там грузины лютующие мы лишились казуса защиты от торговли сдерживая скандинавия так вот такие дела пошли на них да не надо очки возьмем там туземцы какие-то лютые попались кофейный бум у леона учился да кстати испания стоит за вас салить у меня там кого не до хрена бетушки братушки такие дороги гемя уже воюет там а кстати если я нападу на богемов им помогут фигара тариф и пфальц то есть мы за вас салим еще тариф и пфальц останутся майнц ты в калиц почему и кель и все слушайте это наверное умнее идея будет мы сможем его одиночку справиться с феррарой и этим а феррару мы еще раз кормить сможем это идея но нафиг эту испанию пока я пока пока буду фабриковать претензии а там посмотрим давайте на монтую хотя давай на феррару уж уж на феррару потому что что-то мы подарим савой оттуда кто в союзе дорогие правы будут на всякий случай надо будет скрипать претензию нападение бытка конечно же на саму богемию надо будет вот это отжать дело с поляками дружить можно было и сообщение иметь такие дела о кого-то мы заколонили нью-хэвен а теперь мы заколоним манхэттен на и делишки вот кто с дыме мог секретами делится так давайте еще погоним одну претензию собственно феррару сделаем ну претензию сделаем на богемию претензию надо будет сделать на нет а пофальц необязательно этому завасалить его проблем не будет уже потом тарирующий вот наталья надо на всякий случай претензию на коблинц его вассализация может оказаться дорогой длины хорошо что богемия не вступает в коалицию это будет для нее и и по гибелью папа римский скандинав в общем сейчас подготовимся наверно к войне к это и закончим эпизод то есть фабрикуем претензий чё там слезя слезю пущу лишь да ладно проходите а то они все в колец почему я сидят может о смотрите сколько у меня казусов уходилось на фига рута получили получили фарма пиза навара а это у самой совой имеется это хорошо кстати это хорошо так ладно так значит на коблинц и на там какая то хрень не помню как называется фабриковать коблинц на утром городецку хотя может я выбор я ее речи посполитая не знаю подумаю что-то речи посполитой надо будет отдать чтобы пола я вступил кольца а уже была там кстати передумали что можем следовать технологию военную а и админство в принципе в принципе давайте и тех админский изучим наконец о наконец-то можно форсионный марш использовать этот круто я кстати не знал что это из-за админки зависит мне казалось это нужно зависеть за военки казалось из-за админки ну ладно так поляки все еще с грызинами никак не договорились кстати ли он что-то очень быстро аннексится возможно мы его сейчас уже съедим до конца мне казалось ему до 76 года должен аннексится а нифига с подобного сейчас он совсем быстро съестся так все война закончилась в России речь посполитая теперь живет в мире и согласии вот ну давайте в общем мы сейчас с вами сфабликуем претензию на городецко и на этом с вами закончим с семейство поесть помощи ни хрена себе они там помощи просят экономика да содержание армии конечно большое у нас не поспоришь но сейчас ли он за аннексим у меня дипломатический советник уже не особенно будет нужен такой громадный о все леон мы интегрировали у кого-то там желание свободы уродилось высокая так крайний союз от державы моси ты вообще где а нафиг они мне надо кстати эти моси чтоб я им помогал все куца нету отбивать идите в журбу да кстати эта штука является моим по всей видимости моей по всей видимости колонии ленская колумбия называется о это все великобритания теперь как так надо будет что-нибудь придумать с ними великобритания теперь вон какая красивая здоровенная стала о предложение заключительности страсти давайте я соглашусь все-таки друзьяшка мне хороший пригодится всегда венеция отправиться в парламент давайте заключим генетический брак еще все ну и теперь можно спокойно дождаться конца мадрид отправился в парламент мадрид отправился в парламент мадрид 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 есть можно кстати в залив святого варентия или в вене о давай венец венец прикольно так так дожди читай не то опять нажал две колоночки все время нажимаю на что то левое нью-йорк поднял восстание и габон еще поставку поднял габон поднял восстание по всей видимости ли он начал начинал колонить вон там будет людей щас закинуть кстати да кули так просто я хз на каком они прогрессе были может они успеют нам помочь а может они успеют не габон вроде нормальный поселенцев 43 штуки окей так тут еще колонят потихоньку и тут колонят надо будет еще туда людей присылать потому что три колониста как я знаю леона больше не претендуем на агент но мне не нужен был все повод для войны уродился сразу погружусь на корабли поплыву туда и месяцок прогоняем и заканчиваем призов на этом я надеюсь что вам понравилось оставляйте комментарии подписывайтесь на канал ставьте в группу и ставьте пальцы вверх с вами был Дмитрий Троф всего доброго увидимся в продолжение прохождения и помните что это самое тесное еще впереди спасибо вам спасибо